Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый осенний день! Сегодня отличная погода. Леша мне сказал по секрету. Сегодня отличная погода, солнышко, тепло, может быть даже бабье лето начинается. Это, тем не менее, не должно отвлекать от главного. Главное в нашем смысле, в нашем контексте, это разговор о том, что происходит на финансовых рынках. В эфире «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. В теме сегодняшней программы мы будем обсуждать события, которые могут оказать влияние на динамику российских индексов этой, собственно, теплой осенью. Итак, представлю гостей. В студии «Сухого остатка» сегодня Алексей Минаев, начальник департамента аналитического отдела инновационной компании РМГ. Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Олег. И в студии Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Добрый день, Алексей. Добрый день. Два Алексея, я буду вас по фамилии называть. Желание надо загадать. Желание я уже загадал в самом начале, когда у меня про хорошую погоду и про то, что делается. Доу Джонс 20 тысяч. Ну, может быть, можно такое желание загадать. Единственное, что у меня нет позиций в индексе, поэтому будет, но 20 тысяч не будет. Это как-то мне не очень интересно. Но, конечно, это наверняка окажет, или точнее причиной этого, да, наверняка какие-то важные события в макроэкономике, чтобы он там оказался. Еще одно напоминание, уважаемые слушатели, для вас. Телефон студии 6510996, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Делитесь собственными мыслями по поводу Доу Джонса 20 тысяч. И начинаем эфир. Картина маслом. 15.07 в Москве, что происходит и происходило. Закрылись американцы вчера, ну, относительно позитивно. 0,8 плюс и Доу Джонс, 0,3 СНП. Символичный минус у NASDAQ. Далее разнонаправленная сессия торговая в Азии. Nikkei минус 0,2. Шанхай плюс 6 десятых. И Европа сегодня в основном в минусе. Ну, вот FTSE 100, там, ниже ватерлинии на 0,05%. И наши корректируются. 0,2 минус РТС. 1390 все-таки, да, ударился он в 1400. Пока ничего не получается. И чуть больше проседает ММВБ. Минус 0,6%. Ну, понятно, почему. Рубль тоже сегодня выглядит достаточно сильным. Укрепляется, да, 32,60 уже в моменте он сделал. Смотрим на сырье на Форекс. Нефть марки Brent уверенно выше 110. 111,11. 111 долларов 11 центов. Стоит сейчас бочка Brent. LightSuite также подрастает слегка. 107 с полтиной сдают за бочку. Золото сегодня проливают с утра. И уже 1340 долларов стоит тронская унция. Минус 1,5% со вчерашнего закрытия. Далее на сырье и на Форекс. Ну, там более-менее все позитивно. Пытается забраться евро-доллар выше 1,33. 1,32.90 его текущая котировка. Пока не удается ему это сделать. Набор голубых фишек сегодня в основном окрашен красным-розовым цветом. В минусе. Минусе. Ну, давайте лучше рынка. ГМК Норникель полпроцента. 0,3 рост телеком. Остальные все снижаются. 1,5% теряет АвтоВАЗ. Чуть больше процента Газпром. Лукой почти процент. 1,5 груз Гидро. Сбербанк тоже процент в минусе. И Уралкалий минус 1,7. Леша. Минус 1,7%. 183 рубля. Стоит акция. Ну, что ж. Вот такова картина масла. В общем, жизнь-то продолжается, да. После недавнего бурного роста. Несколько торговых сессий мы наблюдали это. Видимо, возникла логичная какая-то коррекция. Техническая линия? Не техническая линия? Давайте это обсудим. Прежде всего, на твой взгляд, да, Леша? Алексей Труняев, его слово. Что происходит на российском рынке сейчас? Ну, вот, вернемся еще немножко два шага назад сделаем. К началу этого роста, да, то есть в конце прошлой недели. Начиная где-то с четверга, пятницы, началась какая-то активность. И даже, скажем так, рост этот раскочегарился не сразу. Сначала даже как-то не очень в него верилось. В итоге индекс выскочил из его проторгованного диапазона 1360-1380. Буквально за несколько дней добежал до отметки 1450 и показывал вчера, по-моему, 1463. Попытки ни много ни мало, как преодолеть снизу вверх двухлетний понижательный тренд. Очень важный момент был. Конечно, была надежда, многие надеялись. Но потому как стали снижаться объемы, можно было предположить, что в этот раз, в этот заход силенок не хватит. В принципе, никакой катастрофы в этом нет. Сейчас чисто технически может рынок откатиться к отметкам 1420-1400 по МВБ, собраться силами и дальше попробовать какое-то движение. Но просто надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах приближается конец финансового года. И у них после недавней коррекции, после падения Доу Джонса и проторговки возле отметки 14800, сейчас он взлетел выше 15200. И в принципе, это все для них очень хорошо. Но нужно не забывать о том, что скоро там будет фиксация, будут какие-то редемпшены с целью выплаты бонусов, погашения каких-то годовых инвестиций. И затем в октябре, когда будет рестарта финансовой деятельности в США, может быть даже, уже боимся об этом, конечно, говорить, какой-то переток средств, какой-то, может быть, если хотя бы не по фондам, которые инвестируют именно в Россию исключительно, то хотя бы какие-то фонды, которые ориентированы в целом на emerging markets, да, и где Россия занимает какую-то небольшую часть, может быть, какое-то все-таки пополнение мы увидим. И тогда, в четвертом квартале, с попыткой достичь, может быть, по ММВБ, там, выше полутора тысяч что-то такое показать. Но, кстати, удастся ли удержать эти отметки? Не знаю. Поживем и видим. Пока так осторожно смотрю. Я понял, я понял. Ну, кстати, вот чуть позже, наверное, мы еще раз более детально поговорим, да, о неких событиях, которые могут и... Ну, то есть, катастрофы никакой нет. Мы наткнулись технически на двухлетний понижательный тренд, не хватило сил, прежде всего, у наиболее весомых индексных бумаг, те, которые часто тянут индекс Сбербанк и Газпром, там приостановка, потому что были показаны практически текущие технические уровни, там Сбер чуть выше 96, Газпром почти 150 показал, да, сейчас, в общем, ничто не мешает немножко скорректироваться. По поводу глубины коррекции, ну, я обозначил такой самый мягкий, самый спокойный вариант, дальше поживем и увидим, посмотрим. В общем, я понял, спасибо. Леша, Алексей Минаев, ну и твой взгляд, буквально там три минутки у нас осталось, до первой перерыва, твой взгляд на рынок, на наш, на текущий? Ну, наверное, немножко иной взгляд, и у меня. Мне кажется, сейчас, ну, прежде всего говоря, об Америке, то, что Алексей уже упомянул, какой-то рост снова, волна роста пошла, я думаю, что Америка пробьет ХАИ, СВАИ, по СМП 1700 мы пробьем, а не точнее пробьем, и на этом фоне я все-таки ожидаю, что продолжится рост и в наших бумагах, несмотря на то, что действительно мы сейчас уперлись в некую такую, в некий сильный уровень сопротивления, но смотря, как его рисовать, как его интерпретировать. Если не брать максимум 2011 года, а смотреть чуть позже, то я бы обозначил следующий уровень сопротивления, это как раз вот где-то 1500-1510 по МВБ, и по моим ощущениям мы будем делать попытку дойти до туда, и уже с этих уровней, скорее всего, будет как это коррекция, более серьезная. И уточнение, если можно, ты говоришь, что перехай будет вам по СНП выше 1700, и это может дать импульс российскому рынку, развивающимся, я не знаю, как лучше изложить, тоже подрасти. Но если мы глянемся чуть назад, американский рынок рос весь этот год, российский этого не делал, связи мы не наблюдали. Ну, это если смотреть с 2011 года, если смотреть более короткие промежутки, то, наверное, как раз 2013 год, он показательный в этом плане, когда были периоды роста СНП, американского рынка, они, в принципе, сопровождались ростом наших бумаг, хотя в целом тренд действительно оставался понижательным, в целом по рынку. Ну, то есть некая раскалеряция была все же, да, Америка растет, мы не растем, я понял. Хорошо, хорошо, я прерву вас, уважаемые коллеги, сейчас время послушать новости на Финам.ФМ, как всегда, мы в это время с вами с интересом эти новости слушаем, ну, а потом, после новостей, мы продолжим наш эфир, смотрим, что происходит на финансовых рынках. Итак, дорогие друзья, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, а в студии сегодня Алексей Минаев, начальник департамента аналитического отдела, инвестиционной компании РМГ и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital, ProBusinessBank. Обсуждаем мы текущую ситуацию, как всегда, на финансовых площадках и будем обсуждать чуть позже. некие события, ожидаемые события в ближайшее или не очень время, которые эту ситуацию могут изменить. Вот, собственно, об этом сегодня речь. Телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании финам.ФМ. Что ж, продолжим. Ну, если можно, давайте вот то, что мы за эфиром уже закончим тогда, техническую картинку, да? По штатам. Ну, по штатам, ну, имеется в виду по индексу МВБ, почему, да, он просится наверх, потому что там треугольник. Треугольник, да, большой. Я тоже согласен с тем, что, наверное, наверх должен выскочить. Просто мне кажется, что не в этот заход. Те уровни, которые вот Алексей озвучивал, я с ним согласен, просто они как бы следующие. Я пока более пессимистически, более осторожно настроен, а он более оптимистично, я считаю, что они раньше могут быть достигнуты. В принципе, если бы мы прорвались, например, вчера через 1460, то по большому счету, действительно, полтора тысячи, там, или 1510. Там уже недалеко. Да, я абсолютно согласен, никого противоречия нет. Просто с учетом того, что перед началом вот этого роста, когда с 1380 мы проскакали до 1450-1460, как раз была информация о том, что наблюдается отток. И он практически чуть ли не рекордный. Из фондов, которые инвестируют в Россию. То есть о чем это говорит? Те, кто заходил год назад, они сейчас выходят, но у них как бы redemption, там люди пока не хотят. То есть просто наступает календарное время для того, чтобы выйти. И затем они будут снова принимать решение, то, о чем чуть раньше я говорил. Может быть, придут другие деньги других людей, которые более оптимистично настроены. Посему делаю вывод о том, что текущая волна роста вот эта вот спровоцирована на российскими деньгами, природу которых можно, так сказать, ну как-то отдельно обсуждать. Есть разные версии, но я уверен, что она, природа этих денег российская. И как говорил один мой бывший коллега, волшебным образом этот рост совпал с началом саммита большой двадцатки. Что-то сказать, очень и очень многих устраивало. Ну и слава богу. Надо же когда-то и нам, чтобы немножко подфартило. Конечно. А вот и события, и события, ближайшие события, которые нас... Можно перебью? Да, конечно. Просто, опять же, стоит обратить внимание-то, что росли не только Россия. Росла не только Россия. Росла все межимагицы росли. Да, да, странный брик. Поэтому все-таки здесь, наверное, не российские деньги, а международные влияния. Ну я, тем не менее, здесь рискну... Ну подожди, а связь с большой двадцатки саммитом? Я рискну остаться при своем мнении. Кстати, российские деньги могли поднижать и другие развивающиеся. Абсолютно правильно. Алексей говорит, да, действительно. Но просто волна роста вот по индексам БРИКС, она началась чуть раньше, там на один день, по-моему, что ли. А у нас как бы волшебным образом, то есть уж очень нас это устраивало. Из тех событий, которые нас вот ожидают буквально завтра и в понедельник, это экспирация на рынке срочных контрактов. Да, да, да. Российском, да. И если завтра, в общем-то, не особо интересный день, потому что, так сказать, фьючерсы на отдельные акции, то в понедельник, когда экспирируется фьючерс на индекс, ТРТС и ММВБ расчетные. Ну, там, может быть, какие-то фокусы мы видим, какие-то спекулятивные. И, кстати, вот критерием проверки на устойчивость, вот текущего движения наверх, да, наверное, можно выставить ситуацию после 16 сентября. Вот если рынок не просядет сильно после экспирации, значит, действительно, может быть, Алексей прав, может быть, и уже какие-то спекулятивные деньги западные вновь, не дожидаясь финансового года, начали приходить. Я, например, буду этому только рад, потому что пока у меня вот ощущение от того, что все-таки немножко использовали определенные, так сказать, ресурсы, которые у нас еще все-таки есть для того, чтобы все это дело показать. Как только они закончились, тут же мы затоптались на месте. И события, которые будут чуть дальше, выборы в Германии, да, если не ошибаюсь, 22 сентября, да, и не дожидаясь их заседания ФРС. Вот, вот, давай мы о нем немножко поговорим. Значит, Леша, тебе вопрос, твой взгляд на S&P 500 уже прозвучал, и, наверное, логично предположить, что во многом продолжение этого роста, да, и тем более обновления исторических хаев, будет результатом, вот, в частности, того, что состоится на следующей неделе, да, заседание Федрезерва и пресловутая программа коллег смягчения, будет ли она сокращаться, не будет сокращаться, насколько сокращаться и так далее. Как ты смотришь в эту сторону? Ну, об этой теме уже говорил только неленивый, и давно говорят, поэтому, мне кажется, ну, она как бы за бортом уже эта тема находится, на самом деле, то, что сейчас растет Америка, это скорее тенденция, которая наметилась после того, как на рынке бандов сформировалась очень низкая доходность, и идет переток средств, который идет, и он, скорее всего, будет продолжаться, потому что, ну, опять же, нужно смотреть с позиции всегда альтернативы, да, то есть, если инвестор выбирает какие-то инструменты, он смотрит, прежде всего, на доходность. Вот доходность по акциям, по тому же американскому индексу, очевидно, намного выше сейчас, чем доходность по облигациям, поэтому это движение, оно началось, продолжается, и я думаю, что будет еще продолжаться до тех пор, пока облигации не станут снова интересны для инвесторов, но думаю, что этот процесс будет достаточно таким продолжительным, и рано или поздно российский рынок, ну, вообще, развивающиеся рынки, они подключатся к нему, и мы увидим достаточно сильный рост. Я понял. Ну, а сокращение программы количественного смягчения, оно как-то не может поубавить оптимизма инвестору, который смотрит на рынок акций, прежде всего? Я думаю, что нет. Я думаю, что это все уже, скажем так, настолько известно, настолько оценено, что никакого влияния, ну, скажем так сказать, будет это позитивное или негативное влияние, я не могу сказать. Наверное, какая-то кратковременная, краткосрочная реакция будет, но тот тренд, который на сегодняшний день мы имеем, он продолжится, скорее всего. Буквально, ну, то есть, практически вне зависимости от того, да, что мы услышим 17-19 сентября. Леш, твой взгляд? Мы говорили, да, я, в общем-то, тоже смотрю в сторону повышения по штатам и не исключаю, что в четвертом квартале будет ретестирование хаев. В четвертом квартале? Да, ну, в четвертом квартале, да, не знаю уж, когда там точно, Dow Jones и S&P в попытке вытащить их наверх. Единственное, здесь еще вот интересное событие, которое нас ожидает в конце года, да, это смена главы ФРС. Вот, и я думаю, что если, скорее всего, это ретестирование, если захотят его сделать, и крупные игроки в штатах захотят вытащить индекс повыше, им нужно это делать, на мой взгляд, до начала декабря. Потом вполне там может опять начаться коррективные движения. И не исключаю, что вот эти вот ретест этих хаев, и, может быть, он будет успешным, наверное, должен состояться тогда где-то до начала декабря. Ну, в крайнем случае, не позже, чем там первая декада декабря. Вот, дальше уже будет фиксация прибыли, какая-то болтанка. Все будут думать и гадать по поводу новой политики, какой она окажется. Она, кстати, может оказаться, например, там более жесткой, чем ожидается. Надо сказать, что если посмотреть, как бы, ну, я не люблю говорить там теории заговора и так далее, да, но те аналитики, кто анализирует, как бы, за какой фигурой кто стоит, и кто, чей человек, фактически, вот, Обаме будет выгодно, если на пост ФРС придет лояльный ему человек. Потому что текущий министр финансов ему лоялен. А Бернанке лоялен ему? Ну, скажем так, он, даже если лоялен, то, насколько я понимаю, он не является его ставленником. Насколько я вот в этих, так сказать, закулисных действиях разобрал. Задачи свои решают. Да, там свои задачи тоже решаются. И тогда, тогда, на самом деле, начиная со следующего года администрация сможет принимать какие-то весьма нелицеприятные финансовые решения. Что там они будут делать с растущим госдолгом? И какая там, ну, не делали пока, да, уже несколько лет идет разговор о девальвации, замечательной валюты. Посмотрим. То есть, практически формально, формально все, как бы, рычаги будут в руках у администрации Обамы. Тем более, терять ему нечего, на третий срок идти не надо. Можно сделать что-то интересное. Какой-то, в кавычках, интересный шаг. Чтобы еще и запомниться, да, и с этой точки зрения. Ну, как бы, не знаю, что там. В историю попасть. Правит крупный капитал, кто там окажется, или нефтяное лобби, или, так сказать, банковское. Кстати, потолок госдолбы уже, да, на повестку дня, наверное, в сентябре, в конце сентября, в начале октября. Что касается сокращения QE3, да, конечно, согласен. В зубах навязло. Единственное, вот, за последнее время мне бросилось в глаза то, что уже одно мнение было о том, что, может быть, вообще не будет сокращения. То есть, статистика недостаточно хорошая. Особенно ревизия создания рабочих мест в августе. Там очень-очень плохая была ревизия. Да, и это, собственно говоря, показывает, что, собственно, рост-то никакого нет экономики. Да, при таком случае вообще нельзя сокращать. С другой стороны, понятно, что этот инструмент, он, может быть, как-то себя и даже исчерпал, и этот цикличный инструмент все равно надо когда-то начинать сворачивать. Вот, поэтому не исключено. И сейчас рынок американский растет, да, то есть, как бы, рынок действительно, он закладывает в ценах бумаг то, что сокращение будет небольшим, например, да, там, на 10, на 20 миллиардов. Это небольшое сокращение. Оно не должно оказать существенного влияния. Ну, и потом многое в ожидании в ценах. Да, либо не будет вообще. Если будет какой-то сюрприз неприятный, да, или по факту, когда, да, все оправдается, может быть, какая-то легкая коррекция. Леша, смотри, у нас есть звонок, давайте мы успеем пообщаться со слушательницей. Елизавета, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Ага, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот частному инвестору, то есть, вы можете, да, по поводу частного инвестора? Конечно, конечно. Ну, вот такой, знаете, ну, можно сказать, мелкий частный инвестор, но до миллиона рублей. Вот скажите, пожалуйста, как лучше сейчас средства, вернее, где держать? В акциях или в облигациях? И вообще вот стратегии. Я понял, у вас варианты какие, да, либо акции, либо облигации? Вы рассматриваете оба этих варианта? Ну, да, или депозит. Банковский депозит. Или, соответственно, кэш, да, банковский депозит. Вот как вы считаете? Спасибо, спасибо огромное. Вам спасибо. До свидания. Вот такой, Елизавета, вопрос. Единственное, что у нас осталось не так много времени. Можем начать отвечать на него, Леша, да, и продолжить, соответственно. Ну, в идеале, конечно, можно было бы распределить на три части. Одна треть банковский депозит, одна треть относительно доходные корпоративные облигации. Третья часть – это голубые фишки с хорошей, понятной дивидендной историей. Сургутнефтегаз, Татнефть, сберегательный банк провергированный. Но по облигациям есть, к сожалению, до миллиона рублей. Я просто должен отметить, что, на мой взгляд, рынок облигаций сейчас так устроен, что там достаточно большие лоты торгуются. И хотя формально торговля, все инструменты, они как бы торгуемы, да, и на бирже, но по некоторым достаточно большой спред стоит. И все-таки это рынок такой, он мелкий, крупно-оптовый. Да, да, да. Может быть, неинтересно, просто не сможете приобрести по той цене, которая вам будет нужна. Леша, спасибо. Новости слушаем, потом продолжим. Итак, дорогие друзья, продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финам. ФМ. Напоминаю, мы обсуждаем, как всегда, текущую ситуацию, ну и, собственно, говорим о событиях, которые смогут повлиять на динамику финансовых рынков в ближайшее будущее. Напомню, гости студии сегодня Алексей Минаев, начальник департамента аналитического отдела инновационной компании RMG и Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital Pro Business Bank. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.fm. Елизавета поинтересовалась, да, как быть мелкому, так она тебя назвала, мелкому частному инвестору. Это нормальная сумма, на самом деле. Это сумма приличная, конечно, для частного инвестора. Значит, здесь еще какие комментарии можно дать? То есть, в принципе, для, я не знаю, наверное, все-таки к сожалению или к счастью, нужно понимать, что если инвестор хочет заработать достаточно много, да, то есть вот на тот же миллион хотя бы там 20-30 процентов, то, конечно, особо распылять средства не нужно. И просто это не та сумма, которая позволяет... Распылять ты имеешь в виду раскладывать его, да? Да, особенно большую диверсификацию. Просто поясню, вот три группы, да, то есть банковские депозиты, там стопроцентно можно захеджировать внесенную сумму, да, согласно последним, так сказать, новинкам нашего законодательства, доходность будет, грубо говоря, там от 6 до 8 процентов, но при этом различные условия. Как правило, где высокая доходность, там нельзя досрочно изымать и так далее, это нюансы. Говоря о корпоративных облигациях, да, там, конечно, можно получить... там есть купонные доходности свыше 10 годовых, да, там очень большой риск по курсовой разнице, да, то есть, как правило, если вы сейчас возьмете, будет купон выше 10, но есть оферта по бумагам через год, ну, сможете подать на оферту, фактически вы на год, как бы, хеджируете свою доходность, там, ту же самую, там, 10 процентов без учета налогов. А если говорить про акции, значит, если вы попробуете взять упомянутые бумаги, там, из-за разряда практически голубых фишек, с неплохой дивидендной историей Сургутнефтегаз, Статнефть, Сбербанк, есть определенные надежды по поводу увеличения дивидендов по Газпрому, ну, тут же Лукойл, Роснефть, то есть, там, может быть, дивидендная доходность, соответственно, там, от 3 до, там, 10 процентов у Сургутнефтегаза, это от нефти, если еще надеемся на определенный, там, рост курсовой стоимости, да, то есть, если, вот, важно, кстати, что разговор о бумагах мы ведем сейчас, то есть, сейчас пока еще не поздно брать эти бумаги дивидендные, у них, как правило, цикл инвестирования, если вы не хотите получать дивиденды, идти через реестр, как раз лето-зима или лето-весна, да, то есть, если вы возьмете их сейчас, не исключено, что при самом благоприятном раскладе в январе-феврале сможете зафиксировать по ним плюс 20-25 процентов, просто сдать, не ждать до закрытия реестров, выйти, скассировать свою прибыль, ну, для инвесторов тоже советуем, так, тактику такую для них, в общем, готовим и им советуем, вот, но сумма все-таки, мне кажется, не столь большая для того, чтобы ее делить на, даже может быть, на три части, да, то есть, здесь нужно понимать, если речь идет о сохранении, как бы, да, то есть, сбережение от инфляции, ну, пытаться нужно где-то, вот, чтобы доходность на всю эту сумму была, там, желательно выше-выше восьми годовых, если бы эта попытка заработать, тогда здесь, конечно, надо уже как-то действительно пытаться брать и акции, потому что, если вот то, о чем сказал Алексей, да, если будет какой-то приток, и мы потянемся за Америкой, там действительно можно существенно улучшить свою доходность, и даже вот за счет одной третьей части, которая проинвестирована в акции, в целом она может вам общую доходность вашего портфеля, вашей суммы сделать интереснее, чем банковский депозит той же срочности. Ну, так, такие вот. Леша, твое мнение, ответь Елизавете, пожалуйста, что сейчас с подобной суммой? Елизавета, действительно, к сожалению, не уточнила свой профиль риска. Да, потому что там существенная структура может быть. Да, то есть, на что она рассчитывает, но я так думаю, что все-таки она рассматривает один какой-то класс активов, куда вложиться сейчас, в моменте, наверное, про депозиты все понятно, доходности известны. С облигациями тоже... Кстати, стоит уточнить, в какой валюте депозит открываешь все-таки? Валютные риски, наверное, тоже... Ну, речь-речь про рубли шла. Рубли, хорошо. Вот, с облигациями тоже более-менее все понятно. А что касается акций, я уточню вот свою позицию. Да, действительно, я вижу, что есть еще некий потенциал роста, но это потенциал роста до 1510, это, в общем-то, там 3%, 3-4% по рынку. А дальше есть потенциал падения до того уровня поддержки, который мы, опять же, видим с 2011 года. Это 1280 где-то по МВВ. Это 15%. Я не думаю, что она сейчас готова войти в акции, заработать 3% и вдруг оказаться с минус 15%. Она не 3% заработает. Если реализуются те движения, о которых я говорю, она заработает 20%. Если зайдет в соответствующие бумаги. Просто Алексей говорит о более длинных периодах времени. У меня немножко другой взгляд. Я говорю, что краткосрочно, наверное, до конца сентября мы вот эти 1510 уже протестируем. Дальше, вероятно, будет падение до того уровня. А вот уже оттуда я бы уже рассматривал возможность, что называется, по полной закупаться акциями. Абсолютно правильно. Я смотрю туда, на ближайшие полгода. Потому что потом, в дальнейшем, это очень интересная будет как раз ситуация. Это будет выход из этого долгосрочного длительного канала с 2011 года. Куда мы пойдем, сложно пока предположить. Но, опять же, повторюсь, я считаю, что в акциях, глобально сейчас, в мировом масштабе, более привлекательная доходность, чем в облигациях. Мы говорим о крупных деньгах, крупных инвесторах. Поэтому, рано или поздно, российский рынок, он просто подключится к этому мировому ралли и покажет, наверное, очень хорошую доходность. Но я думаю, что это произойдет чуть позже. Наверное, до конца этого года можно будет уже заходить в акции. — Вы видите, хороший уровень, да? Ну, то есть, резюме какой? — Здесь же также вырисовывается краткосрочная тактика для спекулянтов. То есть, выше отметки полторы тысячи по МВБ, открыть шарты, заработать, откатить. — Не, ну, я думаю, не стоит. — Пока Елизавете это не готово. — Елизавете не стоит. — Для спекулянтов, для спекулянтов. — Совершенно верно, такие рекомендации. Елизавета, это не для вас. Но, в любом случае, я так понимаю, что мы, говоря о рынке акций российском, наверное, посоветовали бы ждать еще какого-то коррекционного снижения и подбирать уже акции на лучших уровнях. — Ну, время есть, да. — Что касается рынка облигаций, да, Леш, не советует? — Нет, я не то, что не советую, просто там есть особенности, нужно понимать. К сожалению, вот как я считаю, к сожалению, это тема для отдельного разговора, скорее, по поводу даже с представителями, может быть, ММВБ, профессионального сообщества. Почему, как бы, имея биржевую торговлю формальной инструментами, по сути, это вне биржевой рынок. Это средний и крупноптовый рынок. И частному инвестору просто, я вот вижу на примере и наших инвесторов, то есть формально, да, как бы под заданную доходность, которая вам нужна, порой довольно сложно купить. То есть нужно или, если у вас есть большие деньги, да, большой блок вам могут найти, предложить под интересную доходность, но маленькому инвестору для его, так сказать, небольшого портфеля просто могут не предложить, не проферить. Доходность будет низкая, доходность будет неинтересная. Резюмирой надо, Елизавете, открыть картослышный депозит на 3 месяца. Я тоже так подумал, да, что сейчас пока в кэше надо, да, в рублевом причем депозите. Что хочу сказать, что по акциям, наверное, так вот, резюмируя то, о чем мы говорили, по-любому, если кто-то хочет заходить в российский рынок в этом году, то желательно, наверное, все-таки до где-то конца октября все-таки определиться и портфель сформировать. То есть даже если будет вот какая-то просадка, волатильность, то есть надо, чтобы портфель был сформирован. По крайней мере, дивидендные бумаги, они показывают, что при девальвации и даже падении основного индекса они могут быть существенно лучше рынка. За последнее время, если посмотрите, там хорошо видно, насколько сургут нефтегаз привилегированный, татнефть привилегированный, насколько они лучше рынка были. Вот, поэтому они там подарков вам не будут преподносить, когда до закрытия реестра... Неприятных, неприятных подарков. Нет, подарков в том плане, что, я сейчас скажу, что когда до закрытия реестра 4-5 месяцев, то, как правило, осенью, вот в октябре-ноябре, как-то купить эти бумаги задешево практически уже не получается. Идет заход в них. И, конечно, единственное, бывает вот неприятные, неприятные весенние проливы, как в, скажем, там, 11-м году особенно. Да, там, конечно, бывает так, что, да, закрыть реестр там 3 недели, да, там доходность 12 с половиной, но там уже никто на это не обращает внимания. А я имею в виду, когда вот за полгода. То есть, когда сейчас вот уже фактически инвестирование вот это выходит на финишную прямую, там вам никто уже таких подарков особо не сделает. Там фактически, собирая префы, нужно ловить каждый проливай. Очень оперативно. Еще, кстати, один такой момент. Вот на российском рынке есть такая бумажка, все ее, наверное, знают хорошо, Сбербанк. Она практически вот, ну, хуже всех вела за последние, так скажем, месяцы, а может даже больше. И я так думаю, что вот, наверное, единственная бумага, в которую, может быть, стоило бы сейчас зайти, но краткосрочно, вот, чтобы пробежать вот эту всю оставшуюся часть, предполагаемого ралли, потому что если сейчас ее купить, там, 94 с половиной, сколько она, 95 сейчас стоит, до 100 вполне ее могут вытянуть. И за месяц получить... 5% дохода... Ну, за счет этого индекс, соответственно, и сделает полторы тысячи. Да, 94 с половиной. Плюс еще по Газпрому, я думаю, что Газпром, наверное, покажет тогда 155-160. Без Газпрома... Ну, это опять спекуляции все же, да? Нет, мы говорим, потому что есть весовые бумаги, без того, о чем Алексей говорит, вот этот уровень трудно будет показать на одной весовой бумаге. То есть 2-3 бумаги должны идти, да, действительно, вот эти бумаги, фишки, они, может быть, не столь интересны для кого-то и так далее, они уже навязли в зубах, тем не менее, вот именно по ним есть еще даже чисто технические апсайды. Но все-таки Газпром и все остальные, они уже сделали это ралли. А Сбербанк у нас стоящий, поэтому если уж куда заходить, то, наверное, вот в эту бумагу... Теоретически, с технической точки зрения, да, плюс 10 рублей может дать. То есть опять куда-нибудь на 104 там или на 105. Там дальше смотреть уже уровень. Спасибо, спасибо. Давайте еще послушаем. У нас есть звонок, чтобы не томить нашего слушателя. Максим, день добрый, в эфире говорите. Добрый день. Два вопроса к вам и вашим гостям, Алексеям. Значит, первый вопрос, это как они оценивают девальвацию, возможность ее на срок где-то по годам. И второй вопрос, вот тут вот прозвучала такая цифра 8% хеджирования инфляции, не очень понятно. А какие цифры реальной инфляции, недекларируемой в Москве, для Московского региона, как бы предполагаются на перспективу полгода? Опять полгода, да? Да. Спасибо, спасибо, Максим, за вопрос. Так, ну есть еще у нас полтора минуты, давайте начнем, собственно, по поводу девальвации. Ну и потом плавно я тоже хотел бы... Идет девальвация, идет, к счастью, не такими темпами, о которых еще вот летом говорили. То есть летом прогнозировали, что уже в конце сентября, в октябре можем увидеть 35. Несмотря на то, что был фактически прорыв доллара с сопротивлением 33.20 и заход выше, сейчас наблюдается коррекция. Кстати, тоже предсказывали некоторые специалисты, правда там чуть пониже даже, говорили, что вплоть до... Сейчас он там 32.68, 32.70. Ближе к 32 могут продавить, но, скорее всего, год закроем повыше. То есть будет, наверное, ретест хая по доллару. Какими темпами это все будет происходить, не будем гадать на кофейной гуще. Я мог бы предложить, конечно, посмотреть на дневной график, как бы курса и оттуда сделать экстраполяцию и сделать гипотезы. Потому что многое будет зависеть от Центрального банка. Насколько я понимаю, Центральный банк достаточно оперативно следит за ситуацией и не позволяет спекулянтам серьезно разгуляться. Завтра, кстати, заседание ЦБ РФ. Я не знаю насчет процентных ставок, но, в принципе, из того материала, той статистики участия Центрального банка и продажи валюты, которую мы видели за последние несколько месяцев, можно констатировать, что наш новый мегарегулятор держит руку на пульсе. Мы сейчас это обсудим и будем отвечать на вопрос нашего слушателя. Новости на Финам.фм. Ну что ж, продолжим эфир. Немного времени у нас, к сожалению, остается. Я быстро представлю сегодняшних гостей. Алексей Минаев, начальник департамента аналитического отдела инновационной компании РМГ. И Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг, Life Capital, ProBusinessBank. Телефон студии 651099.6, код Москвы 495. Сайт компании финам.фм. Давайте продолжим ответ на вопрос нашего слушателя Максима. Я, кстати, некое количество информации вам, коллеги, предложу. Насколько я узнал голос Максима. Он звонил некоторое время назад, пару недель назад. У него какая-то задача была именно на выгодных уровнях поменять рубли на доллары. Тогда это было выше 33. По-моему, мы его от этого отговорили. Надо даже от скоррекции. Вот сейчас, кстати, 33.60 это линия восходящего тренда. 32.60. Сори, 32.60 линия восходящего тренда. Ну и дальше Максим спрашивает. В данном случае... Девальвация-то продолжится или, наоборот, надо ждать укрепления? Скорее продолжится. По итогам года, наверное, будет ретест максимума. То есть, наверное, ближе к 34 все-таки подтянут. Но она будет достаточно плавной. Я считаю, что центральный банк будет сдерживать так или иначе на опор покупателей. С точки зрения инфляции был задан вопрос, почему? Ну, я ориентируюсь на официальную цифру 7%. Соответственно, поэтому говорю, что выше 7% доходность. Средняя доходность по банковским депозитам надежных банков первой десятки 8,89. Но надо понимать, что это долгосрочные депозиты. Какие цифры могут быть реальными? Ну, я, например, назову цифру 15%. Но кто-то назовет 30%. Я скажу так, о чем идет речь? То есть, нужно превысить доходность. Во сколько раз превысит доходность банковского депозита? Если вы хотите инвестировать, превысить, соответственно, в десятки раз, вам нужно идти играть на срочный рынок. Где плечи есть. Или на Форекс. Но там и риски колоссальные. Соответственно, риск доходности это соотношение. А что касается цифр, какие они на самом деле, они у всех разные. Мы, как бы, с коллегой, поскольку мы все-таки представляем профессиональных участников рынка ценных бумаг, мы стараемся оперировать теми цифрами, которые озвучивают компетентные органы. Официальные источники. Да, у нас, безусловно, у каждого есть свое мнение по этому поводу. Я могу сходу назвать цифру 15%. Нравится она или не нравится. А недавно было посчитано, что инфляция в августе, если не ошибаюсь, по-моему, за 2 или 3 декады, она практически была нулевая. Поэтому здесь нужно достаточно аккуратно. Понятно, что, наверное, официальные цифры, они более радужные, нежели реальная инфляция. Но, соответственно, цифру вам, так сказать, вот такую правдивую никто не назовет. Ну и потом, даже если ориентироваться действительно на некую неофициальную инфляцию. Инфляция это не такая простая вещь. Есть инфляция покупателей, да, которую мы создаем как потребители. Есть инфляция производителей. Насколько они пытаются завысить цену своей продукции. Вот Алексей, наверное, лучше меня знает эту тему. То есть это не так просто, как может показаться. Поэтому мы говорим, что нужно превысить 7 годовых. Да, ориентироваться. И потом, все-таки, если говорить о каких-то традиционных инфляционных инструментах, да, таких. Да, нужно понимать, что чем выше доходность, тем выше риск вынесете. И лучше, конечно, заходить от риска, от того риска, который вы готовы нести. Про рубль. Леша, давай, про рубль, да, про, возможно, девальвацию. Соглашусь с Алексеем, что, наверное, будут еще более, ну, девальвация, будем так называть, ослабление рубля. Скорее всего, еще произойдет. Если посмотреть, опять же, на фондовый рынок и вспомнить то, о чем мы сегодня говорили, процессы идут обратно. Если рубль укрепляется, рынок растет. Если наоборот, значит, рынок падает. Поэтому, если, опять же, если я говорю, что я ожидаю, что рынок еще будет тестировать низы, то, скорее всего, и рубль будет тестировать какие-то более высокие уровни, ну, в плане ослаблений, да. Поэтому, например, если у нашего слушателя есть задача купить доллары, то, наверное, это нужно делать сейчас или вот в ближайшее время. Я не думаю, что мы увидим 30 рублей за доллар. Мы, я думаю, не увидим, скорее всего, и 31. То есть это может произойти только в одном случае, если нефть неожиданно станет расти и будет стоить 120-130 долларов за баррель. А во всех остальных случаях ожидать вот этих вот прекрасных исторических максимумов по рублю, в плане его крепости, да, это уже не стоит делать. Тем более, что то, что сейчас мы видим происходит с бюджетом, с корректировками, с поправками, это все отражение реальности в том смысле, что бюджета не хватает средств на то, чтобы существовать. Для этого есть, как рубль, ослабление рубля – это один из вариантов пополнения бюджета, потому что у нас нефтегазовые доходы, вообще сырьевые доходы, которые продаются за доллары, точнее, товары продаются за доллары, они основную часть бюджета формируют. Можно даже, кто желает, может построить графики по рублю и по доходам бюджета и видит очевидную корреляцию между ними. Корреляцию, да, достаточно тесную. Спасибо, огромное спасибо, коллеги. Ну и, кстати, вот логично мы заговорили, учитывая, что времени немного, тем не менее, стоит обсудить. Высокая цена на нефть – 120, да, сколько там, 150, 200, и то, что происходит сейчас на Брежнем Востоке, очевидно, в этом есть какая-то, да, связь, безусловная связь. Вот давайте мы два слова буквально по этому. Ну, это недавно я видел график, очень интересный, значит, как только поступили вот эти предложения по урегулированию со стороны Путина, со стороны России, и они были так или иначе вроде бы как акцептованы американцами, да, то есть вот эта коррекция в нефти, значит, такая была иллюстрация, насколько велика премия спекулятивная нефтяных котировков, да, очень она немаленькая, буквально немаленькая, завалили буквально там задним, по-моему, на 2-3 процента, это еще когда, так сказать, реального урегулирования никакого нет, если оно произойдет, нам может быть еще процентов 5, поэтому мне кажется, что если не будет, так сказать, какого-то развития конфликта, каких-то военных действий, не дай бог, то, наверное, нефть будет либо в каком-то коридоре торговаться, либо, может быть, даже какую-то коррекцию нам покажет, и здесь, конечно, ожидать укрепления, существенного укрепления рубля, я думаю, не приходится. На мой взгляд, предпосылки для этого укрепления, они были раньше, и можно было, сказать, там, весной ожидать, что будет какое-то укрепление, но его не было, а сейчас уже все, сейчас ситуация не та, ситуация не та, и поэтому сейчас, к сожалению, наверное, сильного укрепления рубля ждать не приходится. Вот. Я, Павел Данилевич, смотри, а все же, если предположить, да, что ситуация на Ближнем Востоке будет развиваться там по какому-то негативному сценарию, да, ну, силу этого сценария, его ярость мы сейчас оценивать не будем, то в краткосрочном, как-то, промежутке, да, в какой-то перспективе можем увидеть и 120, и, может быть, даже выше, как ты думаешь? Я думаю, выше 120 не увидим. В принципе, этот сценарий уже отчасти попытался реализоваться. Мы видели 117 по Бренту, и, наверное, 120 это потолок выше, которого не пойдет. Кроме того, там есть такая тема, что арабы готовы увеличить поставки нефти в случае необходимости, чтобы сбить цену. Я не думаю, что американцы сейчас особо заинтересованы в том, что была высокая цена в условиях, когда им нужно вывести экономику. Да, про рост экономики можно будет забыть тогда. Выше 120 долларов это очень плохо для мировой экономики. Мы говорим о том, что, наверное, это не так долго продлится, да, подобный ценник. Вынос может быть, соответственно, это может сопровождаться обвалом, кстати, на фондовых рынках, краткосрочно. Если будет, например, 125 долларов, и если американцы все-таки развяжут агрессию, но она пойдет не по их сценарию, не дай бог подключатся какие-то еще страны, а потом грозились определенными терактами сторонники правящего режима из других стран. Поэтому, если все будет развиваться так, то мы увидим, да, вынос наверх, и это очень негативно. Соответственно, фондовый индекс обвалится, так или иначе. Ну, кстати, продолжается, да, развитие событий продолжается в отношении Ближнего Востока, и, соответственно, надо престально следить. Если честно, если честно, я, на самом деле, вот с точки зрения, что называется, обывателя, я очень рад, что усилия России, что вот Россия так настойчиво искала эту зацепку, когда господин Керри сказал, что ну вот если бы Сирия отдала химоружие под контроль, и тут же последовало предложение. Поймали, поймали. На самом деле, да, это респект, это что называется респект, то есть это говорит о том, что продолжали мониторить и грамотно воспользовались ситуацией. То есть здесь можно только приветствовать. Ну и последний вопрос, минутка осталась, с золотом. Корректируется золото второй день, что с ним происходит? Пошло оно опять на лаи годовые? Ну, по золоту сейчас, я думаю, так, значит, там, если уйдет ниже, чем 1330, наверное, 1340, наверное, надо будет сделать экзит из позиции. Если будет, наоборот, ретест снизу вверх 1360, выход туда, тогда надо длинную позицию усиливать. Вот из памяти, по памяти график, что-то вот так, мне кажется. Ну, то есть сейчас какой-то такой критический диапазон, да, либо вниз пробиваемый. Для тех, кто в длинных позициях, там, восходящий канал сейчас пытаются выбросить из него вниз. А, кстати, в случае пробоя вниз все-таки далеко мы уйдем? Не смотрел, не буду врать, не смотрел. 1180, вот там, последний минимум. Ну, я думаю, самое главное, людям нужно будет успеть выйти, как бы, если у них даже какие-то убытки небольшие будут, какие-то стопы просто для себя заранее иметь в виду. Потому что движение все-таки может, да? Может быть, да. Лучше не входить. Подождать. Подождать, действительно. Ну, как бы, да, там реально зарождается текущий сигнал, может быть, сильно на продажу. То есть для входа надо либо на уровень туда, да, либо ждать от уровня, когда удар и разворот. Либо возвращение как-то в середину куда-то повыше в канале. То есть, да, по-любому получается, что сейчас не надо входить. Я понял. Так, ну что, все тогда у нас, смотрите, осталось 30 секунд. Я еще раз представлю вас. Сегодня в студии сухого остатка. Алексей Минаев, начальник департамента анталитического отдела инвестиционной компании RMG. И Алексей Труняев, заместитель начальника управления ценных бумаг Life Capital Pro Business Bank. Как всегда, мы обсуждали текущую ситуацию на финансовых рынках, поговорили о неких прогнозах, о будущих событиях недалеких. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Успехов на рынке. Экспертная работа.